С самого рождения, как только ты начинаешь осознавать этот окружающий мир, ты видишь это все разнообразие и тоже задаешься вопросом откуда все это и как это все зарождалось, потом постепенно уже знания какие-то добавляются, потом и по священным книгам Бог сотворил, само слово сотворил, значит изначально вот это творчество оно присутствует как бы изначально само само даже вот это слово творить творчество это уже даже не нами людьми мне кажется это придумано это природе во вселенной все оно идет как Божие творение, ну я так думаю, а потом это плавно переходит к нам, мы тоже как бы Божие творения, поэтому и мы тоже в творчестве и в нас есть творчество, которое идет от Бога, скажем так, от этого порядка, миропорядка, в котором мы существуем. Думаю, что это присуще каждому человеку, единственное, что к чему он как бы прилагает усилия, ну и музыканты к музыке, в других профессиях свои, творческие. Каждый человек стремится к лучшему, да, скажем, к прекрасному. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас это комус и не только комус, там целый набор, можно сказать, такой свой оркестр есть народных инструментов, которые взаимодополняют друг друга и в тембровом, и очень глубоких каких-то, не только тембровых, там очень, ну как скажем, философских, жизненных обстоятельствах вместе с народом, как бы оно олицетворяет сам ход развития этого народа. Вот эти наши кы, наши вот эти наигрыши, наши вот это все, это как бы прошедший испокон веков вот этот путь народа, я так думаю, да, если прислушаться, как-то мы не можем... Когда слышишь комус, сразу идет, как бы что-то родное, да, где бы ты ни был, вот. Вот то, что касается именно джазовой музыки. Джаз, я так считаю, что это как бы... Я не скажу, что это прям, это может объединять все инструменты, но оно плавно как-то может как бы убирать свое, как скажем, лоно, да, вот эти... Любые народные инструменты, не только наши. Другое дело, как это сочетать вот с современным течением музыки, джазовой, не джазовой, там, чтобы это гармонично как бы сочеталось. Музыка, она же развивается тоже, точно так же эволюционирует, как и сам человек, да, и вся вот эта классическая музыка, она как бы соответствует, ну, то есть соответствует каком, каким-то вот этим высоким, да, вот творческим, ну, как-то изысканием, вот. Я так думаю, что образование, музыкальное образование, оно дает как бы понятие того, что было до, что может быть после, что в наше время сейчас как бы озвучивается в музыке. Другое дело, что музыка же это тоже как вселенная, там, бесконечная, скажем так, и каждый по своим понятиям, по своему воспитанию, этот, он для себя берет именно то, что ему в данный момент как бы соответствует. И тут очень большая шкала, да, от, там, допустим, примитивной музыки или гармонии, хотя, в принципе, примитивная, так это тоже сказать, если иногда бывает, слушаешь древнюю музыку какую-нибудь, да, ну, пусть даже фактор, явно, кажется, вроде бы ничего сложного. Кажется, может, в наше время особенно, когда очень много звуков, сочетаний, там, синтезированных звуков. Вот во всем этом, может быть, там, один какой-нибудь, там, чопа-чор или какой-нибудь народный сможет показаться примитивным. Ну, а на самом деле это испытанные временем, эволюции звук, да, то есть, который отвечает, вот, именно, росту развития, да, сознания, скажем так. Очень много аспектов музыкальных, которых каждый может найти, соответственно, своему развитию. То есть, музыка, она тоже, вот я говорил, вот, как воздух, вот, которым дышим же все, и она же никогда не говорит, вот, тебе столько воздуха, тебе вот столько воздуха. То же самое и в музыке. Каждый выбирает, слушает, когда ту музыку, которая соответствует его вкусу и понятию. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Каждому народу свой инструмент, он настолько дорог, настолько он идентифицирует его. И у нас, допустим, наши кыргызские этно, звуки, инструменты, они не только по многообразию, но по тембровому, по звучанию, они как бы очень уникальны, так же уникальны, как сам этнос. Мне кажется, что сам инструмент, он как бы озвучивает, олицетворяет, вот как я говорил, народ. И я вот сталкиваясь именно с этнозвуками, понимаю, что они настолько, эти звуки, сам инструмент настолько уникальны по тембру, по возможностям, по глубине. Ну, как и, допустим, внутри самого инструмента как бы кроется чуть ли не мир, мир народа. Конечно, хотелось бы, чтобы мы, допустим, мы же как бы немножко эстрадные, там, то есть с инструментами современными, там, бас-гитара, гитара, там, электронные инструменты, да. И все равно всегда, вот, я как заметил, ну, по практике, что именно не хватает зачастую для того, чтобы выразить, выразить нашу, там, допустим, вот, кыргызскую, там, отличие от других культур. Только вот наши кыргызские инструменты по звучанию, по всему только передают нашу культуру. Мы не можем в своих композициях включать там, хотя это позволяется, индийские таблы, там, допустим, какие-то другие инструменты. Я иногда это делаю для сочетания звуков, для, как бы, по необходимости. А только наши инструменты могут озвучить именно наш, свой, кыргызский, вот, нашу страну. А в сочетании с современными звуками, инструментами, это, получается, другое дело, как синтезировать, насколько это будет, не то, чтобы правомерно, да, насколько это будет, не то, чтобы даже интересно, а насколько это будет в гармонии, по смыслу, по музыкальной драматургии, да. Есть такое сказание, легенда или что, вот, когда Камбаркан, первые звуки, когда именно наши этнические, когда надо было сообщить, там, какое-нибудь радостное или горестное событие, а если бы ты это языком выразил бы, да, там, голосом, тебя могли за это наказать. И это они делали иногда инструментом, там, комус, лишь какие-то совызлы, чё-по-чё, другое дело, если радостное, ну, радостное это можно еще выразить, а когда что-то горестное, там уже всю глубину, там, допустим, или трагедии, или этот инструмент он может передать по звучанию, по настрою. И я так думаю, что вообще народные инструменты, они вот идут по ходу эволюции с народом вместе, и они всегда выражают и чаяние народа, там, и в горести, и в радости, кажется, и в горести, и в радости вместе с народом. Это как бы территория своя, национальная, то есть этноинструменты, это почти, ну, как паспорт, ну, как не паспорт, Кыргызская республика, паспорт, то же самое, комус, чё-по-чёр, чёр, сэвэзгэ, там, насот, добл-вас, вот эти все инструменты, они, это наш, как бы, звуковой паспорт, потому что все эти инструменты этнические, они сами по себе могут выразить, какие-то, даже, скажем так, вот, философские понятия, какие-то глубинные, да, всю мудрость народа, весь характер, характер народа, там, где-то, вот, от трагедии до комедии, то есть, весь, всю градацию звуков. Инструменты передают, и каждый инструмент сам по себе, он имеет своё значение, очень весомое значение, потому что взять, там, допустим, отдельно этот инструмент нравится, этот не нравится никак нельзя, а когда, вот, слышишь, там, даже сам по себе чё-гой-но, это же, это же, да, это по звучанию, это насколько уникально, допустим, у армян этот дудук, который тоже выражает, там, вселенского значения, а у нас чё-гой-но, это настолько передаёт всю вот эту историю народа, просто в своём, одиночном звучании, ну, и в сочетании тоже, то же самое комус, оскомус, это же, сразу же, вот, как ты говоришь, вот, глаза закрываешь и видишь или горы наши, или природу нашу, ну, вот, всё, что присуще, да, народу. Человек не может всё время весёлую музыку слушать или жить, только грустную. Обязательно, как в природе, да, то ветер, то дождь, то снег, то сменок, мы сверяемся же. То же самое в музыке, я так думаю, что дождь — это какой-то ритм, какое-то вот движение, ветер по-своему, затише — тоже музыка, светло, солнечно — это тоже музыка, то есть в самой природе есть музыка. И, допустим, если я буду сочинять музыку, оно может быть сообразно моему душевному настроению, может быть, на это будет влиять и природа, и какие-то там события. И, допустим, я буду сочинять музыку. Вот скажем, допустим, джазовая музыка, да, она изначально была же как тоже этнической, тоже фольклорной, тоже выражающей там госпелы, это все блюзы, это же все душевные какие-то, вот. Вот как оно будет развиваться, мы же вот слышим, видим, да, очень много, как бы, я не скажу прям, это экспериментальная музыка, а это по ходу истории музыкальной, да, оно как бы созрело, чтобы взаимное вот это созвучие, инструментов, стилей, жанров, вот это, чтобы как-то, ну, как бы в объединенном каком-то звучании уже имеет такой какой-то вот современный спрос. электронное звучание там, и странно-современный вот эти бас-гитары, гитары, и туда как бы гармонично вплести вот наши народные инструменты. Ну, и это сделать так, чтобы это было как произведение, а не просто так, там, так, по месту, только из-за того, что этот инструмент там можно вписать. А я за то, чтобы это было как готовое произведение, в котором, чтобы оно выдерживало критику, музыкальную критику, такую общественную, обыденную, чтобы послушать, сказать, да, это действительно интересно и логически завершенное. Чтобы это не было так, раз, без согласованности, там, втеснул, там, допустим, это, и это называть, там, допустим, да, это вот сочетание, мы там на басу играем, на этом играем, и тут вдруг комус заиграл, или вдруг это что-то заиграло. А чтобы это все было, как законченное, продуманное произведение. Музыкант, если он хочет быть действительно хорошим музыкантом, он должен быть в курсе того, что происходит не только у себя в голове или же там вокруг, он должен охватывать всю палитру, да, то есть интересоваться, что в мире происходит, у кого как происходит, вот, это, я бы сказал, как образование. Опираясь на какой-то вот этот опыт, можно, мне кажется, дальше двигаться, но не так, чтобы, там, допустим, раз, я вот появился и так заиграл, такого не бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я, Талай Бешеев, предлагаю канал Тегебу. Смотрите, интересуйтесь, развивайтесь, развлекайтесь. Продолжение следует...